Ассаламу алейкум, дорогие чрезвители, с вами программа Семейный доктор. Все больше и больше оборотов набирают патологии и заболевания, связанные именно с нашим опорно-двигательным аппаратом. Тема нашей передачи – сколиоз, искривление позвоночника. Специалисты клиники реабилитации и восстановительного лечения реки Нетикс расскажут нам о, конечно же, лечении и профилактике этой патологии. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. Мы живем в такое время, когда каждая минута на вес золота и в постоянном потоке мирских событий уделяем очень мало времени своему здоровью. Малоподвижный сидячий образ жизни и отсутствие физической культуры может отчасти стать предиктором и привести к появлению сколиоза. Дорогие друзья, сколиоз – это не приговор. На сегодняшний день лечится любая патология и вообще болезнь, связанная с нашим опорно-двигательным аппаратом. И сейчас нам Манурлан Кадысович поподробнее расскажет о центре реабилитации и, конечно же, о лечении. Пожалуйста, прошу вас. Это у нас зал, где мы проводим реабилитацию, восстановительное лечение, нарушение опорно-двигательного аппарата. Для лечения заболевания опорно-двигательного аппарата важно знание, которое есть у специалиста, занимающегося этой проблемой. В основе знания лежит знание биомеханики, функциональной анатомии тела человека, на которой наслаивается и используется современные технологии реабилитации. К нам они пришли из стран Западной Европы и, в частности, хотел бы вам показать, продемонстрировать технологию Экзарта. Посмотрим пациента. Манурлан Кадысович, расскажите, пожалуйста, нам о подвесной системе Экзарта и вот как она действует именно на патологии нашего опорно-двигательного аппарата, на сколиоз, на искривление позвоночника. Если взять в целом проблему сколиоза, то это в сути своей дисбаланс мышц, которые отвечают за стабилизацию скелета тела человека. Сколиоз – это искривление позвоночника, можно сказать, фронтальной плоскости, либо в одну, либо в другую сторону. И это та проблема, которая начинает формироваться еще в детском периоде. В первую очередь в развитии детского сколиоза родители должны обращать внимание на то, что самый опасный возраст формирования сколиоза – это где-то дети от 8 лет и до 14. У детей активно зоны роста открыты, дети очень быстро растут. И вследствие этого мышцы не успевают за костями, скелет растет быстро, мышцы слабые. Вот зона очень риска увеличивается от этого, и сколиоз может прогрессировать. И на что нужно обращать внимание родителям? В первую очередь это на то, чтобы их ребенок был активным, физически активным. Потому что если ребенок вялый, сонливый, пассивный, быстро от физической нагрузки утомляется, это уже такие очень хорошие признаки сколиоза. Но прежде всего родители, как не специалисты, хотя бы должны раз в полгода показывать ребенка специалисту. И чем раньше специалист обнаружит сколиоз, тем легче и быстрее его исправить. Последний возраст, когда можно не допустить появления сколиоза – 16-17 лет. Если пропустить этот период времени, искривление позвоночника не корректируется и не исправляется. Специалистам тяжело работать с формировавшимся позвоночником и в дальнейшем восстанавливать его. Проблема терапии заключается в том, чтобы добиться состояния доступности, когда мы сможем работать изолированно с группами мышц. Это невозможность, или может быть это возможно, но очень сложно сделать в обычных условиях, потому что нам мешает гравитация. И мозг всегда будет включать поверхностные мышцы, которые будут компенсировать это движение. Соответственно, подвесная система экзарта позволяет нам убрать влияние гравитации, а значит создать условия, при которых двигательные стереотипы, связанные с поверхностными мышцами, будут исключены. И перед нами появляется возможность работать именно с той группой мышц, которые нам нужны. В природе не существует идеально ровных людей. Если мы возьмем позвоночник и уберем все мышцы, которые создают каркас и держат его в вертикальном положении, то он просто превратится в небольшую кучку позвонков. Для чего я это говорю? Я хочу привести пример ровного позвоночника на примере флагштока. То есть это стержень, который держит с нескольких сторон троса. И если мы ослабим трос с одной стороны и усилим напряжение троса с другой стороны, этот флагшток уже ровно стоять не будет. То же самое происходит и с позвоночником. То есть при возникновении отдельных моментов, когда мышцы с одной стороны позвоночника находятся в состоянии расслабленности, а с другой стороны в состоянии дефанса, это приводит к тому, что стоп искривляется. Существуют разновидности сколиоза. Искривление позвоночника делят на три группы и формы. Это С-образный сколиоз, который затрагивает в основном переход грудного отдела в поясничный. Это С-образный сколиоз, когда искривление идет на уровне грудного и поясничного отдела. Ну и гораздо реже встречается З-образный сколиоз, который затрагивает три зоны, так скажем. Как мы все поняли, со слов врачей, сколиоз относится к группе деформации, возникающих в период роста, то есть в детстве и в юности. Специалистами выше перечислено множество причин развития сколиоза. Однако на первом месте по распространенности с большим отрывом находится идиопатический сколиоз, то есть сколиоз с неустановленной причиной. Он составляет около 80% от общего числа случаев. При этом девочки болеют сколиозом в 4-7 раз чаще мальчиков. В оставшихся 20% случаев наиболее часто выявляется сколиоз вследствие врожденных деформаций позвоночника, обменных нарушений, заболеваний соединительной ткани, тяжелых травм и ампутации конечностей, а также значительной разницы в длине ног. И, конечно же, родителям нужно с раннего детства следить за образом жизни своего ребенка. Чем раньше родители обнаружили, тем лучше. И как не специалисты, родители должны следить за тем, чтобы ребенок желательно ровно сидел, занимался физической активностью, причем рекомендуется, конечно, не отдавать ребенка на виды спорта, которые асимметричны, где он больше будет работать одной рукой, либо одной ногой, либо на один бок больше нагрузка, желательно выбирать виды спорта, чтобы была нагрузка равномерной, симметричной. Либо тогда, если все-таки ребенок выбрал какой-то себе симметричный вид спорта, должны присутствовать специальные упражнения, специально разработанные под этот вид спорта, чтобы он противоположную сторону от нагрузки тоже укреплял, чтобы он не проваливался. Я думаю, стоит отметить, что сколиоз, он не дает болевого синдрома, дискомфортного характера для человека, приписанного сколиозу, можно сказать, зря. Потому что сколиоз в большей степени является проблемой больше эстетической, нежели проблемой здоровья. Сколиоз не дает болей. Сколиоз не дает онемений в конечностях. Сколиоз не дает ни головных болей, ни болей внутренних органов. И приписанное этому относится к совершенно другим проблемам позвоночника. Точно так же очень часто сколиозу приписывают проблемы грыж и протрузий, которые к сколиозу также не имеют никакого отношения. Каким же осложнением может привести вовремя непродиагностированный сколиоз? Прямых осложнений сколиоз не даст, кроме как косметического дефекта, эстетического, так скажем, характера. А вот непрямое может выражаться в нарушении биомеханики движения тела, которое может привести к неправильной нагрузке на суставы, что может приводить к перенапряжению и растяжению отдельных групп связок, которые в дальнейшем будут имитировать боль в коленях, имитировать боль в тазобедренных суставах, имитировать боль в пояснице. Нам надо работать с этой проблемой, чтобы, по крайней мере, снизить тот дискомфорт, который может усиливаться за счет сколиоза. Мы сейчас действительно много чего узнали, дорогие чрезвитатели. Расскажите нам, пожалуйста, чем вообще отличается именно технология Экзарта от других, скажем, перенажерных залов, ЛФК, кинезотерапии? Технология Экзарта пришла к нам и разработана, пришла к нам из стран Западной Европы. В основе этой технологии лежит принцип неурак, то есть активация мышц, нейромышечная активация. То есть мы можем открыть дверь в нервную систему через мышцы. Суть заключается в том, что мы не заставляем, не закачиваем мышцы, мы показываем центральной нервной системе о том, что эти мышцы есть, они в рабочем состоянии и необходимо их просто включить в двигательный стереотип. Технология Экзарта позволяет активировать мышцы за очень короткий срок. Нет необходимости закачивать их длительное время, как в тренажерном зале. Глубокие мышцы начинают работать за очень короткий срок. Появляется новый паттерн движения, новый стереотип движения, который человек использует в быту. То есть убираются те факторы, которые приводят к патологии. Помимо таких вот нагрузок, какие еще существуют методы лечения? В современной реабилитологии существует огромное количество технологий. Абсолютное большинство их разработано в странах Западной Европы. Это технология ПНФ, проприцептивной нервной мышечной фасилитации, протарения. Это технологии БОБОТ для детей, для взрослых. Это технологии работы на суставах опорно-двигательного аппарата. Технология Кальтенборна и Вента. Технология Маккензи, Маллиган и много-много-много других. В нашем центре мы используем технологию КЗАРТа. Также наши сотрудники обучаются современным технологиям реабилитации. Методы лечения сколиоза, они, в общем-то, разнообразные. Но здесь имеет огромное место последовательность выполнения этих методик. То есть я очень уважительно отношусь к такой методике, как остеопатические приемы, которые работают с мышечной системой и с помощью которого можно снизить тонус в отдельных группах мышц, которые, может быть, не всегда получается снизить физиотерапией или массажами. Медикаментозное лечение всегда отодвигается на второй план. То есть медикаменты мы принимаем как вспомогательное средство для того, чтобы дать больше ресурсов мышцам на расслабление или на их работу. Что Вы посоветуете нашим дорогим телезрителям и нашим соотечественникам делать в виде протилактических мероприятий? Современный образ жизни, человека, вырвать его из тех условий, в которых он живет, практически невозможно. Современные условия жизни – это минимальная физическая активность, использование большого количества вредных пост, позиций, это работа за компьютером, это длительные стереотипные какие-то профессиональные вредности, это использование планшетов, айпадов и так далее. С целью профилактики можно посоветовать использовать такую двигательную активность, которая приводит к активации глубоких мышц. Это можно сделать у нас в профилактических группах, это можно сделать с использованием специфических упражнений, которые несколько отличаются от зарядки, от занятий фитнесом, своей направленностью именно на включение и активацию стабилизаторов. Упражнения с использованием фитболов, с дисками нестабильности и так далее. Ну и можно привести очень интересный пример, в котором хорошо включаются и развиваются глубокие мышцы, мышцы-стабилизаторы. Там, где можно провести досуг вместе с семьей, это веревочные городки, веревочные парки, которые как раз позволяют людям включить необходимую группу мышц и профилактировать огромное количество заболеваний, скажем так, вызванных современной урбанизацией. Любая патология и заболевание, связанное с нашим опорно-двигательным аппаратом, в настоящее время и лечится, и реабилитируется. И я надеюсь, что сегодняшняя программа была полезной для вас, дорогие телезрители, и вы извлекли из нее много нового. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова